Привет, ребята! Сегодня я хочу вам показать несколько способов, как выглядеть хорошо и без макияжа, ведь далеко не всем охоты красятся каждый день. И заодно я хочу рассказать о своем часто запрашиваемом уходе за кожей, так что давайте приступим. Итак, первый шаг на пути к хорошему виду без макияжа, это один или два раза в неделю пользоваться скрабом. Скраб очищает поры от загрязнений, делает кожу более гладкой, в результате чего становятся менее заметны морщинки и складки, и удаляет мертвые клетки кожи, из-за чего цвет лица приобретает более свежий и здоровый вид. Вы можете использовать как готовый скраб, так и изготовить его в домашних условиях. Для этого вам понадобится лимон, он имеет антибактериальное свойство, мед, увлажняет и помогает справиться с жирным блеском, и сода, она помогает бороться с прыщами и вообще считается золотым ингредиентом, который каждый дерматолог готов порекомендовать. На одной части лица я использую нашу маску, которую в отличие от обычного скраба можно подержать на лице несколько минут, а на другой использую готовый скраб от Клиник. Первое средство больше подойдет для проблемной и жирной кожи, а второе нежнее, так что его я бы посоветовала тем, у кого нормальная или чувствительная кожа. Итак, второй шаг на пути к совершенству, так сказать, это, конечно, красивые губы. Согласитесь, если губы трескаются или сохнут, это сразу бросается в глаза и выглядит отталкивающе. Если постоянно пользоваться скрабом, то вы забудете о такой проблеме. После скраба, как и в случае с кожей лица, губы надо увлажнить при помощи гигиенической помады. И вуаля, наши губы нежные, как попка младенца. Окей, звучит не очень, но суть вы поняли. Следующий шаг это тоник. Тоник освежает кожу, усиливает эффект от увлажняющего крема, убирает покраснение и делает еще много других вещей, которые пойдут вашей коже только на пользу. Если у вас жирная кожа, советую обратиться к другим средствам, но я использую в качестве тоника розовую воду. Для сухой и чувствительной кожи это просто самый идеальный вариант. И к тому же он натуральный, что для меня, конечно, уже весомый аргумент. Помимо всего этого, запах розовой воды снимает стресс, и ничего так не губит нашу красоту и молодость, чем он. Так что можно сказать одним выстрелом двух зайцев. В 21 веке, кажется, каждый второй знает, насколько это важно увлажнять кожу. Увлажненная кожа равно красивая кожа. Мне нравится пользоваться этим гелем от Холика Холика, который состоит на 99% из чистого сока алоэ. Алоэ обогащает кожу витаминами, увлажняет, помогает выровнять цвет лица, помогает против прыщей. И также благодаря алоэ кожа выглядит более подтянутой. Так что что еще нужно для счастья? Следующий шаг это использование крема от загара. Неважно зима сейчас или вы собираетесь провести весь день дома, солнцезащитный крем должен стать вашим лучшим другом. Как вы думаете, почему девушки в Корее или в Японии в свои 30 выглядят на 20? Все потому, что они просто не могут жить без солнцезащитного крема. Патчи для меня это просто мини-спасители. Хотя не знаю про остальные, но именно эти от Golden Raccoon работают просто магически. Их прикладываешь на 20-30 минут и они творят чудеса. Кстати, не спешите выкидывать остаток маски, которую мы ранее изготовили в качестве скраба. Ею также можно воспользоваться, чтобы отбелить зубы, что естественно улучшит общий вид без макияжа. Не волнуйтесь, мед не вреден для зубов, наоборот его используют, чтобы лечить десна. Достаточно нести все это на зубную щетку, почистить зубы, затем оставить на 3 минуты и после тщательно смыть. Далее стоит расчесать брови. Неаккуратные брови портят всю общую картину, так что расчесать их не помешает. Вы даже можете использовать немного лака для волос на щетке, чтобы зафиксировать форму. Следующий шаг это подкрутить ресницы. Это не очень полезно для ваших ресниц, но это единственный способ, не применяя тушь, выделить ресницы и поверьте мне, это все меняет. Кокосовое масло. Как я уже и показывала в видео о лайфхаках, кокосовое масло можно использовать в качестве натурального хайлайтера. Приобретите себе специальные салфетки для лица. Их можно носить в сумке и они могут заменить вам пудру. Если у вас жирная кожа, то вам понадобятся салфетки, которые удаляют жир. У меня такой проблемы нет, так что я пользуюсь салфетками, которые просто очищают грязь, которая накопилась за весь день. Еще один интересный лайфхак, можно использовать порошок какао в качестве бронзера. Натуральный способ выделить скулы и при этом с чистой совестью сказать, что нет никакого макияжа. Сперва, конечно, протестируйте на руке, если в течение часа раздражения нет, то вперед. Но скажу вам честно, не ожидайте, что будет так же просто, как и с готовым бронзером. Очень легко накосячить, поэтому надо взять кисточкой минимум продукта и аккуратно нанести на скулы. Можно даже в качестве контура на нос, но растушевывать придется долго и тщательно, чтобы смотрелось аккуратно. Конечно, чтобы выглядеть хорошо без макияжа, помимо этого всего, надо следить за питанием, сном и заниматься спортом. Но я как человек, который сам порой не очень хорошо следит за своим режимом, понимаю, как это непросто. Поэтому я надеюсь, что вам многие из моих советов помогут и пригодятся. Если это так, то не забудьте палец вверх поставить. Я буду очень признательна и рада, что кому-то помогла. В комментариях вы можете даже оставить какой-то свой совет, интересный способ выглядеть хорошо без макияжа. И спасибо вам огромное за просмотр. Надеюсь, вы скоро вернетесь. Пока!